Привет, друзья! Я Екатерина Лакутина. Топим наш левкасик на водяной бане. Решили растопить весь объем, чтобы еще раз его перемешать получше. А в следующий раз будем топить только кусочки. Мы поставили сковородку, в сковородку поставили нашу миску с левкасом и налили просто кипятка. Ничего не греем. Плита выключена. Да. Вот. Итак, друзья, мы начинаем наносить наш левкас послойно. Каждый слой мы сушим до полного высыхания. И слоим, пока у нас полностью павлока не закроется. Конечно, чем аккуратнее вы и тоньше будете наносить каждый слой, тем легче вам потом будет шлифовать. Но в любом случае, если будут какие-то огрехи, не переживайте. Все это уберется с помощью шлифовки. Самое главное, чтобы у нас произошла адгезия, чтобы у нас левкас затянулся в доску и чтобы все слои между собой очень надежно сцепились. про гладкость, дело наживное. Теперь этот слой нам нужно высушить. Нужно, чтобы он побелел. И у нас тут оператор замешкался, ходил собаку кормить. А в это время я перевернула высохший с другой стороны слой и наношу теперь на эту сторону следующий слой. И так и буду продолжать. С одной стороны сушить, переворачиваю с другой стороны. Сушить, переворачиваю с другой стороны. Сохнет он где-то примерно 2 часа каждый слой. Вот, кстати, такой густоватый. Даже лучше будет ложиться, чем совсем жидкий. Вот, кстати, такой густоватый. Микрофон, что микрофон? Я уже устала говорить. Можно я уже молча что-нибудь поделаю? Друзья, мы продолжаем слоить наш шлифказ. Слой за слоем, с одной стороны, потом переворачиваем с другой. И каждый слой мы тщательно просушиваем. И теперь уже такая уж филигранность нанесения не так важна. Нам главное постепенно закрыть всю палку и сделать запас на шлифовку. Запас по толщине на шлифовку. Вообще, да, вообще я обычно подписываю. То есть у меня есть доска маркерная. Я делаю одну сторону и ставлю галочку, чтобы видеть, сколько в общей сложности у меня получилось слоев. Поэтому, конечно, хорошо бы помечать, сколько слоев вы нанесли. Ну, чтобы понимать дальше всю технологию. Наша доска получила нужное количество слоев. Примерно по 10 слоев с каждой стороны. И сейчас мы будем доводить ее до финального совершенства. Первое, что нам нужно сделать, это избавиться от наших неаккуратных боков. То есть обрезать всю палку. И макетным ножом мы начинаем очень аккуратненько резать наши бока. Этот процесс такой очень трудоемкий и вдумчивый. То есть нельзя одним движением аккуратно все обрезать. Ну, наверное, на этом месте нам придется очень сильно ускорять. Потому что резать я буду долго. Да? И вот так потихонечку, полегонечку мы избавляемся от нашей палубки. Да. Обрезаем очень аккуратненько. Так. Мы обрезали наши бачка. У нас получилось не очень идеально. В этом нет ничего страшного. Все остатки марли, которые у нас остались по бокам, мы просто зашкурим. Теперь нам нужно зашлифовать нашу доску. Шлифовать можно двумя способами. Либо мы делаем это вручную с помощью наждачки. Сначала мы берем крупную наждачку. Ну, вот здесь у меня номер 80. И шлифуем ей. Сейчас покажу как. После этого мы должны взять мелкую и дошлифовать. Так, это что? Это 1200. И дошлифовать ей. Отрываете кусочек. Вот такой. Вот такой. И начинаете потихонечку шлифовать. Через какое-то время у вас наждачка начнет забиваться. И это очень хорошо, потому что начнется такой процесс самополировки. Но нужно быть готовым к тому, что если вы шлифуете вручную, то это довольно долго. Но мы будем шлифовать шлифовальной машинкой. Вот у нас есть такая машинка. Бош. Выглядит она вот так. Точно так же мы сюда прилепим сейчас сначала крупную наждачку, а потом мелкую, чтобы дошлифовать. Сначала я шлифую одну сторону, потом шлифую вторую сторону. И после этого я еще пошлифую бока, чтобы они тоже были гладенькие. Поехали! И когда мы шлифуем уголочки, я их немножечко скругляю. Ну, чтобы у нас доска такая была приятная, гладкая со всех сторон. Вот так. Дело в том, что мы снимаем в чистой студии, а работа достаточно грязная. Когда вы будете шлифовать это шлифовальной машинкой, конечно, вам нужно учесть, что эта мелкодисперсная пыль от мела разлетается по всем углам. Поэтому я сейчас со своей доской перемещусь в мастерскую, там ее дошлифую. А вам сейчас покажу, что в итоге должно получиться. В итоге доска должна получиться очень гладкой, прямо такой глянцевой. Не знаю, видно ли вам на видео, но то есть она настолько гладкая, что аж блестит, как виниловая пластинка или как пластик может быть. И такие же гладенькие я оставляю бочка. В принципе, если вы планируете на боках рисовать какой-нибудь орнамент, то их можно тоже закрыть левкасом, но только уже не с палокой, вот этим самодельным левкасом, а обычным грунтом для дерева, который продается в художественных магазинах. Вы пару слоев покроете и на них можно будет рисовать. Но я люблю оставлять бока голыми, чтобы у нас дерево имело какую-то возможность дышать. А мы с вами закончили полностью левкасить доску. Она готова для использования, для нанесения изображения. И следующая серия наших видео как раз будет посвящена тому, как перенести рисунок на наш мел, как приготовить яичную темперу и как расписывать залевкашенную доску. Это может быть, кстати, не только доска, это может быть какая-то шкатулка или деревянные игрушки. В общем, всё деревянное, что мы покрываем левкасом. А с вами была Екатерина Локутина. Увидимся в следующих видео. Катя, а ничего, что у нас сегодня самый грязный день съёмки, мы шкурим, а ты пришла в тёмно-синим платье, и ты уже вся белая. Как я тебя сейчас чистить буду? Да, я знаю, я покрыта уже вся такой мелкодисперсной белой пылью. На самом деле это просто мел. Чем ты думала, скажи мне, когда одевалась утром? Не знаю.